Когда в русский рэп врывается новый артист, он приносит с собой свежее звучание, которое захватывает всех вокруг и поднимает с глубины еще пачку нишевых артистов этого поджанра, и некоторые из них после этого перестают быть нишевыми. Подобное происходит и с питерскими мексиканцами, их простой и понятный вайп тащит их на вершины плейлистов и на этой же волне летит в топ свежий подписант Газгольдера с примадненным Мемфисом и криминальными темами в песне. Ты помнишь, как мы флексили нулями? Это русские воры, прилетели из мая... И прямо сейчас мы разберем бит из трека Айс Гергерта, зададим пару вопросов продюсеру бита Фейсшифта, ну и конечно напишем свой тэп на этот примадненный Мемфис, и ставь видосу лайк, если ты тоже примадненный, посмотрим сколько нас. Ты можешь рассказать, как вообще появился трек в русские воры, то есть типа история его создания, типа как удалось вот так вот заплейсить бит? Чего необычного написал ему в инсту, еще до того, как он был на таком фэйме, как сейчас, да? Написал, он мне ответил, скинул тгшку, скидывал ему там пару битов, ему что-то понравилось, что-то не понравилось, хотел залететь, по итогу потеряли коннект где-то на год, прошел год, я почему-то вот решил опять закинуть ему битов, не знаю, я ему там под одним определенным битом подписал, что бро, это точно оно, он мне точно так же ответил, да, я с тобой согласен, скинь, пожалуйста, там трекаут, вот, и все, сделал тречок, а потом уже где-то после того, как он записался, он мне отписал, что трек будет на Газгольдере и будет клик. Больше всего в этом бите меня зацепила основная мелодия, как будто бы с порталом и дилеем, и что-то такое мы тоже сделаем. Еще в начале квадрата играет какой-то акцентный звук, вместе с ним трэп колокол и в общем все. Драмки с басом тоже все довольно просто, один кик, один 808, один снаер, потом еще есть снаер ролл, конечно, но еще просто закрытый хэт, опен хэт и все. Ну и слайд на расширенном басе перед дропом. Ну и в начале играет Memphis Acapella с каким-то драмлупом, то есть бит довольно простой, но хотя правильнее было бы сказать, что он не загруженный, потому что звучит он очень интересно, и сейчас мы напишем свой тайп, используя вот эти элементы. А если ты хочешь увидеть видос про сэмплированный Memphis, то пиши об этом в комментариях. Ты можешь немножко рассказать о себе, просто в общем. Слушай, если говорить о какой-то битмейкерской карьере, то начал я биты делать в году 18. Из работ, если говорить про какие-то плюс-минус такие средние работы какие-то, да, с такими артистами, то это одна из первых работ, вот до нее был ATEEZ, Азиз, который с 52 ребятами тусует. А на битах тоже, на самом деле, относительно недавно стал зарабатывать, то есть не очень прикольно, но вот это все длительное время, с 18 года по 23 получается, биты делал в основном в стол. По сути, только последний год я сейчас прям целенаправленно зарабатываю на битах, вот на СНГ рынке. В самом бите меня зацепила вот эта двигающаяся мелодия, так что с нее и начнем. Я возьму Nala Club, который для этого создан, и вот такой вот простенький звук для него, из вот этого банка. Все звучание я буду строить вокруг аккорда F-sharp-M и его вариаций СУС-2, то есть со смещением вот этой нотки на ступеньку вниз. И, наверное, что-то типа вот так. То есть будет быстрая мелодия, тан-тан-тан-тан, вот так. И, наверное, чтобы звучало поинтереснее, можем добавить нотку снизу. И давайте вот эту нотку переместим тоже вниз, а поставим F тут. А если вот так еще? Да-да-да, вот, и все. Звучит пока не совсем прикольно, потому что здесь явно нужен портал. Да, вот этот звук, вот этот звук. И теперь еще маленький прикольчик. Мы это все выделяем и растягиваем в два раза. Ctrl-Alt-C, Enable Insert Effect, то есть resamplem его с порталом. И просто сокращаем в два раза. Звучит повеселее, но пока не очень круто. Потому что не хватает маленькой пачки эффектов, типа того же самого портала. Ну и ping-pong delay на 1,8. Вот этот звук появился. Ну и добьем этот звук халфтаймом на 1,25, чтобы было слышно и тот, и другой, и чистый, и обработанный. И чтобы вытащить немножко вверх, можно добавить OTT. Только я хочу добавить звук, который будет играть чуть выше нашей мелодии, и играть он будет просто на трех нотах. Типа вот так. Вот так. На него тоже первым летит портал. Ну и OTT, чтобы немножко задрать вверх. И, наверное, чтобы добавить ритма, бахнем на него трималатра. Вот так. Тоже с дептом примерно 50%. Только, наверное, надо будет его за-ресамплить, потому что он шумит. Ну и куда мы, конечно, без трэп колокола. Это, конечно, тублер был, а не трэп колокол, но так понятнее. И вот здесь я хочу сделать разгончик. На одной трети, может быть, Ctrl-U. Наверное, слишком быстро. Так что, наверное, на одной второй Ctrl-U. Да, вот так то, что нужно. И, как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. То есть, если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. И прямо сейчас я уже точно заканчиваю работать над большим дополнением к курсу, в котором в том числе мы напишем и вот этот бит. На данный момент видеокурс стоит 4290 рублей, и после выхода дополнения я немного приподниму цену. Но если вы закажете видеокурс до выхода дополнения, то оно будет для вас, во-первых, совершенно бесплатным, а во-вторых, станет автоматически доступным, как только я его закончу. И чтобы узнать о видеокурсе подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Ну и говоря про Memphis, конечно, нельзя забывать про фортепиано на низкой ноте. Можно даже вот так. Конечно, в оригинале его не было, как будто бы, но у меня будет. Угу, вот так. И вот здесь можно сделать так. Да. То есть, вот эта нотка на таком легеньком диссонансе. Так что мне прямо очень нравится, как она звучит. Ну и вот этот синт, на котором я хочу добавить нотку, которая будет издалека выплывать, потому что вот в этих выплывающих нотках этот OBE просто прекрасен. Слишком быстро выплывает. Вот это то, что нужно. Просто одну нотку на 8 тактов. Да. Это то, что нужно. И я знаю, что на ней нужно добавить. Это Pancake. Просто микса чуть-чуть убавим, и все. И она встала на свое место. И, естественно, эта нотка будет играть не все время. В 23-м году изменился именно твой подход, а не просто что-то произошло. Слушай, произошла такая ситуация. Не знаю, как-то уместно будет об этом говорить или нет. Это мой билет. Которая очень сильно прям повлияла на мою работу, потому что помимо битов я просто работал еще на обычной работе. Времени, конечно же, не очень хватало. Особенно, когда ты работаешь при графике 2-2 по 12 часов. А там, когда произошла вот такая ситуация, стрёмно было как-то куда-то выходить, что-то делать. Вот, не знаю, знаешь, когда вот такая безвыходная ситуация. То есть ты либо делаешь сейчас какие-то продажи по битам, либо что-то другое придумываешь. И вот я как-то рискнул. И, как оказалось, не зря. Сейчас вот в основном зарабатываю только на битах. Этот пят я все-таки заресемплил, потому что его шум, который постоянно есть в ушах, мне надоел. И пора приступать к драмке. Снэра у меня будет два первых. Вот такой более мощный. Original Memphis Nair. А подыграет ему более такой легкий с прилейренным клэпом. Драмки, к слову, в основном из вот этого пака, кроме хэтов, они из майка жары. 808 оттуда же. И он будет играть у нас в основном на F-шарпе. И будет играть что-то типа... Вот здесь подъем на октаву вверх. И вот здесь вот нотка. Теперь Ctrl-B. Только вот тут вот у нас будет уже G-шарп, а здесь C-шарп. Просто следуем за нотками. Но можно сделать ту-ду-дун еще. Вроде нормально, но если добавить звучок еще сюда... Прикольно. Но если вот эти две нотки опустить вниз... Потому что все-таки бас на вот этой ноте будет звучать лучше, чем вот на этой. Хай-хэт я сильно усложнять не буду, как обычно. Каждый второй звук чуть потише. Несколько пробежек типа вот так вот, типа вот так вот. И вот тут самую первую ноту я сделаю пробежочной. Да, вот так прикольно. И вот здесь мы уберем вот это, чтобы сделать пробежку на более высокой ноте. Давайте на одной трети. Где-нибудь на Е. Так, типа просто, чтобы развалить паттерн. Да, прикольно звучит. Чтобы было поприкольнее, мы можем вот эти пробежочные ноты продублировать на втором хай-хете. И чтобы выделить этот продублированный хай-хет, можем зайти сюда в панораму. Нажать Alt-R и как-нибудь... Поскольку это хай-хет продублированный, можем крутить ручку сильно. Потом Crash. И как у FaceShift, я добавлю побольше OpenHead. Еще где-то присмотрел фишку, которую можно использовать. Вот такой низкий OpenHead. Ну и раз уж ты досмотрел вот до этого места, предлагаю тебе подписаться на канал. Ведь этот видос тебя чем-то зацепил. Так что подпишись прямо сейчас, а мы продолжаем. Ну и кик, который будет играть, наверное, чуть проще, чем 808-й. Типа так вот, так вот, и вот так вот, и все. И деталь, без которой нельзя делать Memphis, это snare roll, который я сделаю на чоп-снэре на высокой ноте. Казалось бы, все готово, но в оригинальном быте есть еще несколько приколов, которые мы сейчас сделаем. Например, акцентик в начале квадрата. Я возьму его из флейт, наверное. Наверное. Да, вот этот подходит лучше всего. В ньютоне смотрим, что она на G-sharp. И еще, если покрутить центр, можно понять, что ее нужно будет еще чуть пониже опустить. То есть она на несколько центов мимо основного тона G-sharp. То есть pitch минус 2 полутона. В рейнже поставим единичку. И давайте опустим на 20 центов. Ну она звучит в тон, но она очень выделяется. И она суховата. То есть нужно сделать ее с эффектами со всякими. А какие у нас бывают всякие эффекты? Portal. И самый всякий эффект. Тот же самый пресет я использую, что и на основной. Ну и мелодии, да. Теперь точно нужен реверб и дилей. Еще вот этот основной тон я все-таки приберу немного. И все вместе. Вот так, по-моему, она звучит супер в тему. Кто, по-твоему, следующий артист? То есть кто next up? Кого ты можешь выделить? Кто сейчас не супер известен? Ну вот, по-твоему, имеет прям большой потенциал. Слушай, ну я думаю, это однозначно Азиз, Айтыз. Дальше, кого бы я поставил, это Bato. Я бы не сказал, что он прямо next up, потому что он уже достаточно плотно закрепился, как артист. Но у него не было пока что какого-то такого крупного скачка. Но, блин, это очень крутой чувак. Я думаю, что ему вот дать еще немного времени, и 100% он прям очень громко стрельнет. Дальше, я думаю, это Егор Забрейх. Это вот мой приятель, тоже очень крутой чувак. Такой самобытный достаточно артист. Не слышал, по крайней мере, у нас такого в России. Ну, именно так, как он подает именно в текстах. Я такого не слышал. Я вот ребятам своим друзьям скидывал, приценить вот этого чувака. Но ребята вообще как-то вот, кто просто слушает музыку, да, не битмейкеры, послушали и такие, блин, ну как-то непонятно. А вот всем, кто делает музыку, послушали и такие, блин, это просто офигенно вообще. Чуваку лизер написал, респектанул за текстах. Я думаю, это не просто так. Дальше я поставил бы Саентара. Вот питерский приятель мой, тоже очень прикольно делает. В таком Мэмфис как раз-таки стиле. Думаю, дальше что-то тоже интересное будет. И, конечно же, Tico The Cell. Блин, ну это вообще крутой чувак очень. Он уже у всех питерских ребят на слуху. Уже крупные артисты также его заметили. Вот, у него есть работы там с Foreign Way, с White Punk, с Августом, с Никки Цунами. То есть, ну набирает обороты парень. Сто процентов. Вот если даже вот из всех выделять, он точно на кстат. Ну и для интрухи я на сплайсе взял вот такую акапеллу и вот такой драмблуп. И то и другое нужно подогнать под темп. Ну и нужно их очень сильно залоуфаять, конечно. И для драмки, и для голоса, мне кажется, подойдет Tape Mellow Fi. Тут есть прикольная штука VR. Буквально за жоу волка. Подобную фигню сделаем и с драмками. Только помимо Tape Mellow Fi еще и клипер тут использую. Еще, мне кажется, пэт можно сделать уникальным. И опустить на октавовое вступление. Еще у фейсшифта вот здесь вот играет какой-то FX. Я не знаю, его добавил сам IceGergert или он. Но я хочу сделать тут тоже FX. Из того же пака возьму только уже акцентные звуки. По-моему, вот этот хороший. Да, вот он подойдет. Он со слайдом, так что вот эту часть мы сейчас уберем. Он на B, то есть нужно его будет на 5 полутонов опустить. И вот этот, мне кажется, тоже будет в тему. И с реверверацией. Звучит прикольно. Да, вот так хорошо. Еще в треке есть кусок, где все инструменты на другой ноте. И чуть меняются паттерны. И сейчас мы это повторим. Я просто все подниму на 3 полутона в одном месте. Main plug делаем уникальным. Плюс 300 центов. Бас тоже уникальным. Тоже поднимаем. Раз, два, три. Но паттерн колокольчика я хочу изменить еще сильнее. Тут будет... То есть он будет играть какую-то мелодию. И на октаву ниже. Потом пробежка тоже на А. Но вот в предпоследней части я ставлю только А. И вот эта пробежка будет на ноте F sharp. Потому что через эту пробежку мы как бы будем возвращаться на нормальную часть. Типа вот так вот. В драмке тут будет драм-блуп и просто не будет хай-хетов. И типа... Вот такой получился биток. Если понравилось видео, было интересно или нравится формат с интервью, ставь видосу лайк и пиши об этом в комментах. Вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я. Узнать подробнее можно у меня. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Также подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. До встречи в следующем видео.